Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. 6 октября Мурат Хубиев ушел из дома и больше его никто не видел. В этой республике продолжают поиски без вести пропавшего жителя села Дружба. Реализация федерального проекта «Мой бизнес» в Карачаево, Черкесии. Кто может стать участником и чем он будет способствовать? Сегодня в Карачаево, Черкесию с рабочим визитом прибыли председатель наблюдательного совета государственной корпорации фонд содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор госкорпорации фонда содействия ЖКХ Константин Цицын. Они побывали на полигоне захоронения твердокоммунальных отходов. Он включает в себя мусоросортировочную станцию мощностью 40 тысяч тонн в год и является первым предприятием такого типа на Северном Кавказе. Данный объект коммунальной инфраструктуры позволит сократить на 27% количество отходов, подлежащих захоронению, производить в полном объеме их предварительную сортировку, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, а также ликвидировать три крупные несанкционированные свалки в республике. Далее делегация вместе с главой республики Рашидом Тимрезовым приняла участие в церемонии награждения знаком отличия дом образцового содержания. Многоэтажного дома в республиканской столице, расположенного по улице Красноармейская, 85. Александра Коваленко продолжит тему. Этот двухподъездный девятиэтажный дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году. Семь лет назад свои жилищные условия улучшили сразу 180 семей. Он был построен с учетом энергоэффективности. А сегодня здесь появилась табличка «Дом образцового содержания», которая говорит сама за себя, а именно, что внутри и во дворе всегда поддерживается чистота и уют. Поздравить жителей многоквартирного дома со столь высокой оценкой прибыли гости из Москвы. Председателя наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергея Степашина заинтересовала спортивно-игровая площадка, совмещенная с автостоянкой. Честно говоря, всю страну проехал в качестве представительного совета «Фонда ЖКХ». Но я первый раз такое удивительно просто. Я думаю, надо Сергею Семеновичу Собянину рассказать такую историю в Москве. Может быть, переберет ваш опыт, потому что есть что посмотреть. Сергей Степашин отметил, что это уже второй дом в Черкесске, удостоенный высокой оценки. Всего же по стране многоэтажек с присвоенным статусом чуть более сотни. Я хочу отметить, что Карачаево-Черкесия, скорее всего, в этом году полностью к программам, которые планировались до 2025 года. Это значит, что у нас будут возможности, о чем сказал сейчас Рашид Бориспеевич, найти дополнительные финансовые ресурсы. И, наверное, я сейчас первый раз это публично озвучу. Через два года вы будете отмечать, мы будем все вместе отмечать столетие Карачаево-Черкесии. И, может, Рашид Бориспеевич, скажем так, в столетие республики, республика должна быть без аварийного и непригодного непроживания жилья. Глава республики Рашид Тимрезов поблагодарил Сергея Степашина и Константина Цицына за совместную плодотворную работу. Он отметил, что благодаря фонду содействия реформированию ЖКХ, наша республика – одна из первых, в которой закончился первый этап переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Но, зная ваши отношения и вашу поддержку, Сергей Ильич, я уверен, что мы также планомерно будем двигаться вперед для того, чтобы все жители Карачаево-Черкесской республики, все жители многоквартирных домов имели такую возможность. А здесь мне, конечно, очень отрадно видеть, в первую очередь, это большое количество детей. И я хочу поблагодарить своих земляков, жителей этих домов, которые сами понимают свою ответственность, свое участие. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, успехов. Знак отличия – дом образцового содержания – вручили директору управляющей компании этого многоквартирного дома Ольге Зиборовой. С 2016 года его обслуживает наша управляющая компания «Плаза». Все это здесь сохранено, приумножено благодаря нашим жильцам, благодаря нашему коллективу, которым огромное-преогромное спасибо, которые всегда принимают с нами участие во всех мероприятиях. Когда жильцы сами заинтересованы в том, чтобы дом содержался в таком образцовом содержании, они нам и помогают, и детишки наши здесь прекрасно себя чувствуют. И все это благодаря тому совместному действию, которое мы здесь оказываем. К этому празднику готовились и маленькие жильцы многоквартирного дома. Дом, в котором мы живем, самый лучший в мире дом. Он большой, многоэтажный и уютный, и прекрасный. Дом любимый бережем, холим и лелеем. Он родной для всех жильцов, малышей и взрослых. Александра Коваленко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. И сегодня же Рашид Тимрезов и Константин Цицын подписали соглашение о предоставлении и использовании финансовых средств в Государственной корпорации фонда о содействии и реформировании ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Положительно отметил реализацию программ капитального строительства и председатель наблюдательного совета Госкорпорации фонда о содействии и реформировании ЖКХ Сергей Степашин. Подробности у Алихан Лепшокова. Приятно видеть, что Карачаева, Черкесия готова досрочно реализовать программу переселения из аварийного жилия граждан. Это показывает, что республика развивается и видна динамика и по капитальному ремонту, отметил на совещании председатель наблюдательного совета Государственной госкорпорации фонда содействия и реформирования ЖКХ Сергей Степашин. Важно отметить, что власти региона уже успели переселить жильцов в двух многоквартирных домов, а к концу года намерены еще с пяти, которые расположены в Узжигуте и Адыгехабле. В этой связи мы тогда ждем от вас расчетов. Если мы завершаем эту программу, то, наверное, было бы здорово, если в 2022 году встретили республики, когда был бы первый субъект России, в котором нет аварийного жилья для жизни. У нас для этого есть финансовый будут ресурсы, потом будут возможности использовать другие формы предоставления жилья, и социальные, и арендные жилья, которые готовятся к праву и законодательству. Но в основном, конечно, за счет софинансирования и субъекта ЖКХ. Сергей Степашин положительно оценил качество работы и полигона ТКО. Теперь очень важно запустить вторую очередь по переработке мусора, отметил он. В данном направлении для реализации также будет оказана поддержка. Конечно, вторая очередь не хватает. Вторая очередь – это переработки. Тоже ждем от вас предложений, чтобы мы обратились в Целинь природы, в Целинь природы, в Целинь природы, с тем, чтобы этот оператор включился, мой первый субъект здесь по-настоящему, в Целинь природы. И тоже будет тянуть по 22-й год. Мы всегда в Советском Союзе помним к юбилею. Мы преподносили праздник, праздник на дерево и трудящихся, и подарили. Давайте вот поэтому будем. После церемонии подписания соглашения о досрочной реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилья» глава Карачаева Черкесии Рашид Темреза поблагодарил гостей и подчеркнул, что к 2022 году, к празднованию 100-летия КЧАО, регион первым в стране подойдет без аварийного, непригодного для проживания жилья. Это будет отличным подарком к вековому юбилею. Сергей Денич, еще раз слова искренней благодарности. И действительно, мы приложим все усилия. Мы первую программу завершили одними из первых в Российской Федерации. Понятно, что не такой большой объем жилья был. Но ваше решение о том, чтобы помимо аварийного фонда, еще и закрыть непригодного для жителей фонда жилья. И мы с этой задачей обязательно справимся. И благодаря вам совместно сделаем такой хороший, замечательный подарок жителям нашей республики к юбилею 2020 года. После глава республики почетные гости возложили цветы к памятнику первого главы Карачаева Черкесии Владимиру Хубиеву. Алина Ханепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью дождь, в отдельных пунктах сильный, в горах с мокрым снегом. Днем местами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью порывы до 10-14. Температура ночью 4,9, днем 10-15. В горах ночью минус 1 плюс 4, днем 4,9. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесии ночью дождь, днем бессущественных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и порывы до 14. Температура ночью 7,9, днем 13-15 градусов тепла. Мега-дешевизна в магазине «Ветские меха». Только до 31 октября. Норка за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Рядом с магазином «Магнит». Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем тему. Вести из оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 598 человек. С начала пандемии общее количество заболевших в республике 8574 из них, 5138 выздоровели. В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски пропавшего без вести Мурата Хубиева, который вышел ночью 6 октября из своего дома и после не вернулся. Министерство внутренних дел просит всех, кто обладает хоть какой-то информацией о пропавшем жителе Дружбы, обратиться по номерам 02 и 112. Аслан Гирюгов продолжит тему. 30-летний житель села Дружба Прикубанского района Мурат Хубиев ночью 6 октября покинул свой дом и после не вернулся. По предварительным данным, у него не было цели покидать его. Исследователи имеют основания полагать, что он мог стать жертвой преступления. Помимо сотрудников МВД и МЧС, Мурата Хубиева ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «Кавказ». Также к ним присоединились неравнодушные жители республики. Поиски ведутся вблизи села Дружба и села Заречное, в пойме реки Кубань. В настоящее время оперативниками уголовного Русска отрабатываются контакты Мурата Хубиева. Уточняется его передвижение и действия за последнее время. Поиски результатов не дали. Работа в данном направлении продолжается. Если вы обладаете какой-нибудь информацией, просьба сообщить в любое отделение полиции по телефону 02 или с мобильного 102. Как сообщили родственники, Мурат Хубиев ушел из дома в пижамном костюме, кофте темно-синего цвета, а также в кроссовках синего цвета. Рост пропавшего 174 сантиметра, спортивного телосложения, вес около 90 килограммов, волосы короткие, темно-русые. Также сотрудники Следственного комитета сообщают, что из особых примет Мурата Хубиева деформирован нелевый указательный палец, который не сгибается во фаланге. Кроме того, имеются пигментные пятна на спине от верхней части до лопаток. МВД по Карачаеве-Черкесии обращается к жителям и гостям республики. Тем, кто обладает хоть какой-то информацией, просьба сообщить по номеру 02 или 112. И даже небольшая зацепка может спасти жить Мурату Хубиеву. Аслан Гирюгов, Вести, Карачаево-Черкесия. Лучшие эксперты, инновационные подходы и практические тренинги. В Карачаево-Черкесии реализуется федеральный проект «Мой бизнес», одним из важных направлений которого является развитие женского предпринимательства. На тренинги побывала и наша съемочная группа. Руслан Жукаев подробнее. «Мой бизнес» — это федеральный проект по популяризации малого и среднего сегмента предпринимательства. Одним из важных его направлений является развитие женского предпринимательства в Карачаево-Черкесии. Практическая польза данной программы, вот этот проект, который мы реализуем сегодня в Карачаево-Черкесской республике, он состоит из разных блоков. То есть в рамках реализации мы встречаемся со школьниками, со студентами. Сейчас идут встречи с предпринимателями, именно женский бизнес. Такие встречи нужны для того, чтобы предприниматели делились своим опытом. Сегодня женский бизнес занимает хорошую нишу не только в России, но и по всему миру. Тема сегодняшнего тренинга — регулярный менеджмент. Спикером выступает блогер и руководитель свадебного агентства Зухра Каракотова. Она поделилась практическими знаниями и отвечала на интересующие вопросы. Формат мероприятия позволяет разобрать трудности, с которыми предприниматели сталкиваются в ходе работы, а также найти новые решения. Я думаю, по итогу программы все девушки, которые являлись слушателями на этих лекциях, они смогут поверить в то, что они могут. Женское предпринимательство, оно есть, оно работает, оно развивается очень большими шагами у нас сегодня и сейчас. И женщины могут многое, их недооценивают зачастую мужчины, но у них все получится, я знаю. Желание открыть собственное дело подкрепляют бонусы проекта. Участники бесплатно получают консультации, а также новоиспеченным предпринимателям помогают с регистрацией бизнеса и возмещают затраты на госпошлину. На самом деле это очень полезная информация для девушек, для женщин, потому что сейчас сложился такой стереотип, что в принципе девушка не может быть бизнес-фулмен, она не может вести свой бизнес. На таких лекциях мы узнаем полезную информацию о том, как создать это с нуля, с какими рисками мы можем столкнуться, что нас ожидает, бывает ли кризис в таком бизнесе, в том или ином. В принципе, мне кажется, что каждая девушка в нашей республике должна послушать такую лекцию. Организаторы проекта уверены, с таким стартом любой желающий с хорошей идеей может стать полноценным бизнесменом и занять свою нишу на рынке. Руслан Жукаев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Чергесия. Это все Вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Возвращение». Редактор субтитров А.Семкин